Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. В фигурном катании появилась новая влюбленная пара. Кажется уже официально. Александра Трусова и Марк Кондратюк, замеченные в Дубае держащимися за руки, долго скрывать своих чувств не стали. Поначалу фигуристы никак не реагировали на ту шумиху, которая развернулась в соцсетях из-за их возможных отношений, и спокойно продолжали отдыхать. Казалось, что Трусова и Кондратюк до последнего будут скрывать отношения, ведь действующие фигуристы не любят афишировать свою личную жизнь, тщательно ее скрывая не только от болельщиков, но порой и от близких людей. Не ждали болельщики скорых признаний от Саши с Марком. Но вечером 8 мая они порадовали болельщиков серии постов, намекающих на то, что фигуристы все-таки вместе. Саша и Марк поделились романтичными кадрами и фигуристы подписали свои посты одинаково, поставив значок сердечко. Романтичные признания Трусова и Кондратюка произвели настоящий фурор среди болельщиков. Фанаты в восторге от новой влюбленной пары в фигурном катании и желают Саше и Марку только счастья. Под впечатлением от признаний фигуристов остались и звезды фигурного катания, прокомментировавшие их фото в соцсетях. Перед тем как продолжить по традиции призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. В этом межсезонье одним из самых громких переходов в фигурном катании стала замена команды Софьи Самоделкиной. Фигуристка ушла из группы Сергея Давыдова и теперь работает у Светланы Соколовской. Группа тренера Сергея Давыдова поделилась мнением о переходах фигуристов к другим специалистам. В соцсетях команды появился пронзительный пост. Каждый найдет в нем для себя свой смысл. Друзья, наше размышление по актуальной теме, когда ученик перерос тренера. Мы имеем счастье работать с одаренными, работоспособными, уникальными спортсменами. И каждый из этих спортсменов открывает нас как тренеров в фигурном катании. Трофеи, завоеванные за время совместной работы, это нам награда и поощрение от них. Нам радостно быть причастными в эти знаковые моменты побед и достижений, быть рядом с каждым спортсменом. Мы стараемся двигаться к той планке, что устанавливает спортсмен, к сожалению, не всегда дотягиваем. Шаг за шагом, от двойного прыжка до четверного. Мы удивляемся самоотработке наших дарований, силе воли, морали, выдержке и терпению наработать серьезный контент в условиях, где дарованием, возможно, требуются другие условия. Словом, быть частичкой успеха спортсмена нам счастье. И возможно когда-нибудь уровень условий профессионализма, а мы надеемся его когда-нибудь приобрести, позволит нам вырасти вместе со своим спортсменом до самых высших наград. Каждому своему спортсмену, как настоящему, так и ушедшему мы желаем только побед, поскольку спорт короткий, и каждый вправе решать, где и с кем результат будет лучше, написано в аккаунте группы Давыдова. После ухода Софьи лидером в группе Сергея Давыдова скорее всего станет Мария Гордеева. Ни у кого больше нет такого количества ультра-си в одной программе и золотых медалей за сезон. В апреле в Великом Новгороде на соревнованиях юношей и девушек старшего возраста в рамках первенства России произошла сенсация. Мария Гордеева пошла на три квада в своей произвольной программе и выиграла соревнования. На данный момент перед фигуристкой стоят цели — освоить четверной лупс и ритбергер в четыре оборота, а также тройной аксель и выкатать полноценные программы с тремя и четырьмя квадами. А еще одна подопечная Сергея Давыдова Елизавета Берестовская в настоящее время занимается вопросами здоровья и не намерена заканчивать спортивную карьеру. Сейчас Лиза лечится, она уже возобновляла тренировки, но потом ее снова положили в больницу. Ее проблемы со здоровьем, со спортом не связаны. Лиза будет кататься дальше, — сказал Давыдов. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.